На календаре 30 марта. Ровно 170 лет назад, 30 марта 1851 года, в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе прошли торжества по случаю открытия Самарской епархии. Под его сводами зачитали указ Священного Синода и совершили благодарственный молебен. 95 лет назад, 30 марта 1926 года, в Самару доставили первые три автобуса итальянской фирмы «Фиат». Два из них были поставлены на обслуживание междугородних рейсов, а третий перевозил пассажиров из центра города до Барбошиной поляны. Разместиться в каждом из этих автобусов могли не более 20 человек. 30 марта 1943 года в Самаре на Беземянке произошла трагедия. Пожар в барачном общежитии завода номер 18 унес жизни 62 человек. Около двух часов ночи загорелся один из жилых бараков, где в тот момент спали около 200 человек. Огненная трагедия в поселке Юнгородок стала тогда самой крупной по числу жертв, погибших в одном пожаре за весь советский период истории Самарской Кулыбышевской области. В народном календаре сегодня Алексей теплый. Считалось, что на Руси в этот день шло бурное снеготаяние. В народе говорили, каковы на Алексея ручьи, таков и разлив. Если в этот день появлялись большие ручьи, ждали теплой и благоприятной весны, а с ней и хороших урожаев. Дети пускали в весенние ручьи кораблики, вырезанные из коры, и соревновались, чей поплывет быстрее. Это все, что мы успели вам рассказать о 30 мартовском дне. Позитивного вам настроения и успехов в делах.